здравствуйте дорогие друзья это момент истины я стас симонов у нас в студии евгений гневшев главный редактор момента истины и поговорим о том что сейчас происходит на рынке рейдеров вообще осталось такое понятие евгения рейдеры в нашем но вы знаете до сих пор как вы знаете наверное да что такой статьи то нету вот мы говорим рейдеры такой статьи рейдерства нету это совокупность статьи совокупность признаков этого преступления и поэтому оно тяжело в доказательстве потому что есть такие хитрые рейдеры которые так могут все юридически обставить так все красиво сделать такие дыры найти в нашем законодательстве что-то к ним и не подберешься ну буквально это не те рейдеры которые заходят с каким-то там топорами с оружием да и все у вас тут не стояло выкидывать наносит эти тяжкие телесные да и нарушая закон нет это люди в черненьких костюмчиков беленьких рубашечках которые заходят и говорят вот смотрите вы тут больше вас больше нету именем то есть российской федерации судебное решение то есть это все очень это на таком уровне уже уже сейчас у нас отработали за это за это время за сколько там вот 90-х годов да когда там с автоматами когда как говорится этот утюг на живот и подпиши нет сейчас все не так сейчас даже и этого не нужно евгений мы снимали фильм о воронеже где вообще назревает в буквальном смысле экологическая катастрофа что там поменялось с того момента владелец этого завода по переработке мусора он в определенный момент но не были причина он оформляет часть завода на от своего адвоката все вроде хорошо такой бывает как бы люди бизнесмена оформлять на своих адвокатов а потом определенный момент он забирает это обратно ну говорит так так вот верни то что тебе в общем-то и не принадлежит адвокат уже набрал кредитов под этот завод уже там они он залоги уже этот завод он там нормально жил будучи владельцем ну как он как как некое имущество заложил это просто направо кредит вот кредиты эти оплатили он там написал в расписку что типа все претензий не имеет потом он идет суд с этой распиской и говорит а денег-то мне не заплатили здравствуйте у нас сегодня в гостях федор николаевич трусов здрасте евгений хочу поговорить о таком распространенном наше время преступления хотя и так понимаю в ука такой статьи нету это комплекс статьи должен быть да как рейдерство не охрана не полиция не помогли гендиректора вместе с тремя заместителями попросту вышвырнули за ворота и доходчиво объяснили кто теперь главный у них есть лидеры группировки и свои правила их называют пиратами и захватчик хищниками и налетчиками но чаще всего рейдерами как могут человека лишить всего что у него есть но ведь подумайте если мы становим 90 то что называется раньше было просто и жестоко и грубо сейчас эффективно и быстро я понятно да паяльник пришлюк либо засунули в камеру чек подписал все что все что от него требуется все то что называется медведевская оттепель она была вот теперь не только в политике но и законодательстве в том числе в уголовном законодательстве изменились корпоративные правоотношения и то что называется какой-то степени навели порядок как бы это ни звучало так действительно адвокаты юристы судей правоохранители отмечают что времен медведева было внесено большое количество поправок и после этого рейдерство стало другим мир поменялся теперь это уже не парни в кожаных куртках белые в ручки теперь белые в ручки и правоохранительная судебная система а без них никак оружие рейдеров не только бейсбольные биты и дробовики вот специалисты по захвату бизнеса приходят на завод в ульяновске и отбирают предприятие без единого выстрела от их атаки не застрахованы ни крупные заводы ни чебуречная у вокзала правило рейдерам что интересно от предприятий заработать на них это земли которые они занимают производственной мощности цеха чтобы потом перепрофилировать построить там жилые комплексы так далее так далее как правило быстро заработать то есть как правило ведь никому не нужен допустим какой-то завод фабрика либо цеха чтобы там вести долговременный стратегический бизнес концепция как бы заработать денег да заполучить это предприятие раздербанить и продать и быстренько скинуть и вот быть и в кэш сегодняшняя наша история о том как рейдеры пытаются захватить единственное предприятие по утилизации биологических отходов в воронежской области ветсан утилизовод гримячинский в год мы сейчас переработали где-то за 20 около 30 тысяч тонн но он способен и больше намного оборудование закуплено чтобы увеличить это в три в четыре в пять даже раз но вот эти вот люди которые захватывают этот вот рейдеры они не дают расширяться не дают возможности нам успешно и довольно таки хорошо работать 5 до 7 миллионов каждый год мы платим в разные инстанции налогами только потому что зарплата у нас белая налоги у нас белые нас легко проверить работаем без индейса мы на упрощенной системе налогообложения поэтому нас легко проверяется поэтому налоги платится большие а вот за эти налоги которые на этих налогах сидят заработная плата например там правоохранительные органы отработают ноль они нам не помогают ничем ничем сколько не обращались мы никуда никто не хочет ничего делать свою работу получается одни мы работаем здесь а вот правоохранительные органы не хотят ничего делать это единственное предприятие в области да который перерабатывает биологические отходы может быть стратегическое предприятие наплевать по большому счету наплевать ведь главное заработать вот раздербанить кусочки земли продать на под застройку жилую подо что угодно и все и вот в этом вся пагубность рейдерство остановка стратегически важного завода гримячинский это катастрофа для всех животноводческих и мясо перерабатывающих предприятий региона да она потеряет все если перейдет она потеряет утилизацию биологических отходов те отходы которые образуются на птицефабриках свинарниках коронников пойдешь всякие там магазины и все все рыбные отходы это все окажется непонятно где она уже оказывается и в посадках он или разных возле сел сбрасывают везде поэтому это будет коллапс просто к вас потому что некуда будет деть тысячи тонн сутки вот этих отходов это отходы которые мы делаем производим наоборот муку возвращаем назад мы его не закапываем наоборот возвращаем кормами а это будет все выброшено в рейдерской преступной связке оказались бывшие работники завода адвокат борис бондаренко водитель иван бражников а также юрист валерий селиверстов который женат на судье ирине селиверстовый кстати по мнению потерпевших именно такие родственные связи среди судей воронежской области из подвигли рейдеров начать свою наглую атаку на предприятие ну сейчас на предприятии работают около 50 человек вакансии еще открыто от 50 до 100 человек еще мы можем принять на те вакансии которые есть у нас тем более мы сейчас начинаем работать круглосуточно будем работать по возможности а так еще оборудование стоит у нас на еще человек на 200 мы можем принять сокрестных сел еще человек 200 разных профессий от рабочих до инженерно-технического там персонала и руководства семьи остаются без доходов им нечем платить по ипотекам по кредитам вот реально не на что там детей в школу отправить а кто-то обогащается а кто вот быстро урывает урывает просто какие-то там деньги и все история началась в 2014 году когда зритель нашей программы ревункова ирина решила вложить средства и стать полноправным собственником 70 процентов акций завода по утилизации биологических отходов гримячинский для этой цели были проведены успешные переговоры с прошлым владельцем акции адвокатом борисом бондаренко подписаны соответствующие бумаги написаны расписки после чего ирина начала входить в управление заводом первый неприятный сюрприз появился сразу после сделки оказалось что акции находится под арестом так как прошлый владелец бондаренко является должником третьим лицам почти 5 миллионов рублей или не эти средства пришлось выискивать в срочном порядке и закрывать задолженности бывшего собственника следующий удар случился немного позже оказалось что бондаренко за время управления заводом фактически довел дело предприятия до предбанкротного состояния смена курса и вытягивание завода гримячинский снова легли на хрупкие плечи ирины но самый страшный удар случился в 2019 году тогда маленькая дочка ирины заболела смертельно опасным заболеванием крови и перенесла операцию по замене костного мозга как любая мать ирина все силы кинула на спасение своего ребенка но именно в этот момент рейдеры перешли в наступление больше двух лет мы находились на лечении очень тяжелого гематологического заболевания сначала в воронеже а потом без выхода мы уехали в москву и более двух лет мы провели в клинике я спасла жизнь своего ребенка бывший владелец акции бондаренко подает в суд на ирину знал прекрасно всех наших проблемах о болезнях о том как мы тяжело лечим нашего ребенка и в тот момент когда был самое тяжелое лечение к нам прилетел самый тяжелый удар со стороны суда по его легенде он несколько лет ждал денег от ирины так их и не получил поэтому просит признать сделку не состоявшийся ну как вот отличить действительно рейдерство да когда вот просто ну с помощью судов с помощью закона отнимают отнимать предприятие вот допустим ну таких мы естественных я думаю в бизнесе до корпоративных споров если коррупционное проявление в системе правоохранительных и судебных органов по данному делу или нет вот вот первично его видно эксперты как правило видят вот чувствует запах доказать подчас не можешь а вот определенным признакам каким-то можно к нежели вот здесь скорее всего что закон так не работает что они работают вот именно здесь как-то с натяжкой знаете дам натянули это либо очень быстро либо сроки либо обеспечительные меры были данные слишком быстро в спешке либо сняты как правило поверьте экспертка смотрит на дело неважно уголовное гражданское арбитражное как правило вот группы экспертов они правило честно понимают господин бондаренко явился в судебное заседание пустой ну что я подразумеваю под этим у него был только паспорт и у него не было документов у него не было папки ручки там но то есть понимаете вот когда человек готовится к судебному заседанию он определенные документы с собой несет определенные там какие-то нормативную базу чтобы сослаться там судебную какую-то практику он пришел без всего и как бы настолько спокойно зашел ничего не сказав просто сказал что уже все судом исследованы все уже я если люди имеющие опыт в этой сфере как правило сразу видно у него ни одного договора у него ни одного письменной расписки него ни одного ни одной бумаги нету понимаете я в ответ на это предъявил его доверенность на продажу акции которые были на нем я предъявил договор купли-продажи я предъявил переписанный акт подписаны регистрационным обществом статус о переходе акции с одного человека на другой все сделано официально везде все ополоченные пошлины я все предоставил как положено суду все письменно даже двух и даже в трех экземплярах разные там думал что чем больше документов тем судья больше рассмотрит и примет правильное решение но он принял решение на голословном заявлении бондаренко что якобы у него был договор какой-то якобы он его потерял потом он на каждом суде меняет потом я этот договор вроде передал мне вы не вернули но он не предоставил суд ни одного документа это есть у меня вот сейчас вот папки вот 200 листов у него дело есть там видно с этого дела что бондаренко не принес в суд ни одного документа ни одного как может суд решить на том на голосованном человек пришел и сказал это мое и суд сказал да твое на забирай я не понимаю таких судов это не суды это зачем нам такие суды это как понять это как прикажете понимать такое впечатление да что он заранее знал о том что будет вынесено судом апелляционной станции какой судебный акт вот это вот когда постоянно участвуешь судебных разбирательствах вот это очень бросается в глаза судья будко сразу после поступления заявлений берет дело в оборот даже не ждет когда бывший владелец акции бондаренко оплатит государственные пошлины и накладывает арест на спорной акции такая спешка теоретически может быть объяснена сговором с рейдерами судьей напомним что супруга валерий сливерстова действующая судья первого апелляционного суда общей юридикции именем закона да именем российской федерации в этом проблема что у тебя отбирают что-то именем российской федерации тут приходит с решением суда сюда приходит кредитными они защищены вот этим решением спорно только огласка публичность максимально по таким делам идти то что называется до конца выяснилось что бондаренко имеет проблемы с алкоголем был лишён водительских прав за езду в пьяном виде и вообще погряз многочисленных долгах неудивительно что под давлением этих обстоятельств бондаренко решил повторно заработать на акциях и стать участником преступной схемы бондаренко работал да в определенных фирмах которые занимались грубо сказать такими же предприятиями как наши колхозами совхозами сахарными заводами там спирт заводами разной по воронежской области и дальше которые банкротились и вот он почему оттуда и стал специалистом по банкротству предприятий ну то есть по разорению не по наоборот оздоровлению получается по захвату по расхищению и по закрытию этих предприятий но так как это эпоха уже пришла тогда были это государственные предприятия в основном но сейчас частные вот он решил пойти по тому же способу так как остался без жилья без ничего без денег сейчас он решил пойти теперь по частным предприятиям и с помощью тех же своих знаний тех же связей судах и правоохранительных органах вот решил решает так вот свои дела мы попали туда тоже вот что касается существа дела как так скажем господин бондаренко правовую позицию избрал для отъема акций то есть сначала позиция заключалась в чем в том что нет договора и в связи с этим не было никаких правоотношений между сторонами нужно акции господина бондаренко вернуть однако стороной ответчиков рюнковой долбни был представлен копия нотариально заверенная договор но судом по непонятным для нас до сих пор причинам эта копия не была принята в качестве надлежащего доказательства с указанием на то что нет подлинника поэтому нотариально заверенная копия ни на что не влияет далее было подано апелляционная жалоба было три заседания суда апелляционной инстанции во всех этих заседаниях изучался вопрос был подлинник договор не был подлинг договор мы представили подлинник договора с утопили лицо нынста чё приобщил это подлинг договора к материалам дела признал причины по которым он не был первоначально представлен уважительными и приобщил его. Иных никаких вопросов судом и апелляционной инстанции не изучалось, не поднималось, не задавалось, не выяснялось, документы не запрашивались. И по результатам выходит апелляционное постановление, из которого мы, изучив его, с удивлением просто почерпнули, что оказывается это не из-за того, что подлинника договора не было считать сделку недействительной и вернуть господину Бондаренко акции, а из-за того, что Реункова не имела возможности оплатить этой акции по безденежности. То есть Реункова не передавала денежные средства в счет этой сделки, и она не представила доказательств, что у нее были такие денежные средства для передач. Была продана квартира, были сбережения еще кроме продажи квартиры, был ряд заемных денежных средств, и у нас документы все имеются, у нас и договоры купли-продажи, и выписки со счетов с лицевых, у нас все это есть. И когда мы подали кассационную жалобу и пришли с этими документами в суд кассационной инстанции, они у нас были в руке, мы говорим, вот они, эти документы. На что нам судебная коллегия в кассационной инстанции пояснила. А почему вы эти документы раньше не представили? Я говорю, а кто раньше изучал этот вопрос с юридической точки зрения? То есть основания в иске не было, решений суда арбитражного в Воронежской области не было об этом ничего сказано. В ходе рассмотрения апелляции этот вопрос не поднимался, не обсуждался. Представим, что первая инстанция, это в каком-нибудь городе. Либо арбитражный суд субъекта, либо районный суд общей резиденции. Все друг друга знают, мы просто знаем, как у нас много таких случаев, когда небольшой город, все друг друга знают. Обычно и судья, и прокурор, они учились в одном, и адвокаты, учились в одном институте. То, что называется, ходит в одну баню. Да, и здесь вот именно Борис Бондаренко, это адвокат, на который были оформлены акции, про которые говорится, которые потом вернули. Он когда-то был учеником судей в Щербатах. То есть они друг друга знали. Мы не говорим, что тут есть какая-то коррупционная составляющая. В общем, давайте послушаем, что говорит представитель этого завода. Да, у меня есть информация вся, что со Щербатых, судей Бондаренко, знаком еще со студенческих, с Каньей своей, когда он учился на юридическом факультете ВГУ. Апелляцию, когда мы подавали, она была распределена судебным составом под председателем Сурненкова. По моим сведениям, они также работали вместе, с Щербатых и Сурненковым. Конечно, они все знакомы там друг с другом. В этой ситуации, как я говорил ранее, Борис Бондаренко, он был когда-то учеником судьи, который принимал решения по этому делу. А вы знаете, а вот это очень, скажем так, тревожный сигнал, потому что в принципе, что судья, что адвокат, в ситуации, когда они состояли в отношении учитель-ученик, они должны были рассматривать такое дело. Тем более, дело, в котором адвокат не просто представлял чужие интересы, а представлял свои личные. Вопрос очень неэтичный, на мой личный взгляд. Если это все так, что действительно они были знакомы, один учил другого, это очень нехороший звоночек. Это неправильно, это подрывает доверие и к институту адвокатуры, и к судейской системе. Дело в том, что адвокат тут, конечно, действует не один. У него есть, скажем так, сподвижники. Как правило, понятно, что в подобных ситуациях лицо действует в чьих-то интересах. Как правило, есть, ну неправильно говорить слово «кукловод», но есть некий организатор. Ну там есть такой интересный персонаж, как Бражников. Тут нужно вернуться как раз вот в те лихие времена. Был когда-то такой персонаж в этих 90-х годах, Александр Бражников, по кличке Матрон. К матросу есть вопросы. Так решили силовики Воронежской области, нанесли удар по криминальному клану. Александр Бражников, по кличке Матрос, в прошлом спецназовец, возглавлял мощную преступную группировку, на счету которой 11 убийств. Бандиты открыли охоту на предпринимателей и состоятельных чиновников. Их похищали, пытали, забирали деньги и драгоценности. Особняки влиятельных бизнесменов обстреливали с гранатометов. Его посадили, дали пожизненное, он сейчас уже умер. Но у него остался брат, который тоже за что-то отсидел, небольшой срок, сравнительно со сроком его брата. И вот он там тоже участвует. Вот давайте послушаем, что про него говорят. Все это спровоцировал Бражников Иван Иванович. Так как он заранее знал, вот так как он был очень хорошо знаком с Бондаренко, в свое время привел его на завод, и всю информацию по нашей тяжелой ситуации он предоставлял Бондаренко, Борису Николаевичу. Где-то с 2014 года, как мы сюда зашли, я его назначил начальником охраны, чтобы он хоть работал как-то, хоть заработная плата была хорошая, все у него, автомобиль, ну все, что нужно. Потом я его перевел водителем. Потом он решил эти акции тоже забрать себе. На каком основании, не понимаю. Хотя эти акции оплачиваются, они и покупаются. Иди, спокойно их покупай. Но лучше забрать их. Поэтому им было организовано вот это преступное сообщество с помощью адвокатов. Там есть еще другие адвокаты. Есть такой Рынгин, Сильверстов. Вот они взяли, создали целую банду со связями и начали вот этот вот поход рейдерский на завод. Что у них успешно произошло? И 75% акций они успешно в судах отняли у нас. Спокойно, с помощью судов. Вторая инстанция, которая закрепила решение первой. Судья тоже был когда-то помощником вот того, в суде Щербатых. Ну то есть видите, как бы все друг друга знают. Вместе учились. И сам представитель этого завода говорит, что он адвокат. Он в этой ситуации, он в этом котле крутится, он варится в нем. Он всех знает. Да, я вижу, это же адвокаты, они работают с этими всю жизнь. У них намного сильнее там туда входы в эти органы. Поэтому и проходит вот эта вот, так сказать, лоббистика. Поэтому на нас и идут всякие наезды, всякие непонятные. Приезжают к нам, ЛБ приезжал вот на днях. Изъяли ряд документов, несколько коробок. Не предъявили удостоверений, не предъявили никаких оснований, на каких оснований они сюда приехали. Предприятие частное. Изъяли много коробок документов, не дали ни одного протокола изъятия. Ничего, ни одного документа у нас нет. Чего приехали, что уехали, что забрали, у нас непонятно. Написали жалобы везде в организацию, в прокуратуру. Везде пришли отказные материалы, что состава у них преступления нет. Ничего нет. Так они забрали наши документы, паспорта на оборудование. Они забрали все у нас. И где это находится сейчас, и в каком количестве, и что забрали, мы даже не знаем. Вот какие у нас правоохранительные органы. Вот эти маски-шоу оформлены, как правило, выемками, обысками, либо осмотром места происшествия в рамках ОРД. Это ведь все, как правило, способ оказания давления на 5-3. Такой комплексный подход. Да, комплексный подход. То есть, вот эти вот, то, что называется, когда ты в судах, ты все-таки как на помосте фехтуешь, на рапирах, красиво, элегантно, поправил. А тебе в этот момент кто-то из темноты дубины по затылку бьет. Вот в роли дубины в данном случае, это вот эти правоохранители. И понимаете, в чем дело? В данном случае кто-то хочет заработать, урвать. Вот урвать это вот что-то где-то как-то. А в итоге страдают простые люди, жители, в том числе этого региона, которые никакого отношения к этому конфликту вообще не имеют. Правоохранители, недобросовестные правоохранители, хотят на этом тоже заработать. Вот такой букет таких пороков, приводящих к тому, что в области просто банально отходы, биологические отходы негде будет утилизировать. Поэтому оборудование, которое здесь стоит, оно способно перерабатывать большое количество в сутки. В год мы сейчас переработали где-то за 20-30 тысяч тонн, но он способен и больше намного. Оборудование закуплено, чтобы увеличить это в 3, в 4, в 5 даже раз. Но вот эти вот люди, которые захватывают вот эти вот рейдеры, они не дают расширяться, не дают возможности нам успешно и довольно-таки хорошо работать на благо нашей родины, людей. Вот как бы вот так вот. Уже там был и первый суд прошел, как бы проигран, вторая инстанция. Сейчас там вот скоро будет Верховный суд. Вот Верховный суд тут уже просто так подкушен. Здесь гораздо сложнее с точки зрения коррупции, претензий к Верховному суду гораздо меньше звучит. Но здесь другая проблема. Вот это так называемая внутрицеховая солидарность. Я надеюсь, что суди, которые тоже нас смотрят, ну как-то примут по этому делу решение в пользу людей, в пользу экономики. Ну и как-то сохранят это, в общем-то, уникальное предприятие. А понимаете, в чем дело? Стратегически важное, необходимое этому объему. В этой ситуации сейчас именно, по сути, в руках, ну в главах судей Верховного суда и будет как раз дача ответа на этот вопрос. Вот кто будет, не извините за прямоту, крайний в этой ситуации. Потому что у нас, в конечном счете, Путин во всем виноват. Ну что не произошло, когда мы не понимаем, кто виноват, прокурор, начальник, руководитель МВД, губернатор. И когда мы не понимаем, кто виноват, ну кто виноват, Путин. Ну это по умолчанию. Потому что вот люди остаются без работы, кого они сделают виноватым? Вот 50 человек останутся без работы. Путин не смотрел. Путин. Но в данном случае мы понимаем, что у судей Верховного суда есть шанс защитить имя нашего президента. В общем, вот такая история. Суды продолжаются, а мы следим за этой ситуацией. И ждем ваших комментариев. Огромное спасибо. Это «Моменты истины». Я Стасимонов и Евгений Гневушев, главный редактор «Моменты истины». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.